Здравствуйте, коллега! Тема этого модуля – поддерживающая терапия эрозивного изофагита, существующие проблемы и пути оптимизации. Эксперты сегодняшней встречи Никонов Евгений Леонидович и Кучерявый Юрий Александрович уже знакомы вам по первым двум модулям. Сегодня мы снова обратимся к отрывкам из их лекций и рассмотрим предоставленные ими клинические случаи из практики, в том числе посмотрим видеозапись эндоскопического исследования пациента с эрозивным изофагитом и пищеводом Барретта до и после лечения. Известно, что почти у 90% пациентов с эрозивным изофагитом при отсутствии поддерживающей терапии возникает рецидив в течение 6 месяцев. Поэтому после заживления эрозий таким пациентам необходима поддерживающая терапия. Одна из главных проблем поддерживающего лечения – низкая приверженность пациентов, которая обусловлена длительностью поддерживающей терапии и неудобным режимом приема некоторых традиционных ингибиторов протонной помпы за 30 минут до первого приема пищи. Ситуация усугубляется тем, что часть пациентов вынуждена принимать традиционные ингибиторы протонной помпы два раза в день, то есть off-label или вне инструкции, поскольку традиционные ингибиторы протонной помпы не поддерживают среднесуточный уровень PH в желудке более 4. А как известно, прием препаратов off-label – это не только увеличение кратности приема и снижение приверженности к терапии, но и повышение риска развития нежелательных явлений, так как эффективность и безопасность препарата в двойной дозе не была исследована. Поэтому нам нужен ингибитор протонной помпы, который, во-первых, поддерживает излечение эрозивного изофагита, в том числе при приеме один раз в сутки, независимо от приема пищи, во-вторых, удобен в применении и, в-третьих, безопасен. Этим требованием соответствует декслан-сапразол – ингибитор протонной помпы с инновационной технологией двойного высвобождения, которая позволяет поддерживать PH более 4 в среднем 24 часа и обеспечивает ряд клинических эффектов и преимуществ декслан-сапразола в отношении купирования изжоги днем и ночью, а также эффективного заживления эрозии язв. Так, рандомизированное, контролируемое клиническое исследование показало, что декслан-сапразол поддерживает излечение эрозивного изофагита любой степени тяжести у 83% пациентов на протяжении 6-месячного курса поддерживающей терапии, в том числе у 85% пациентов с эрозивным изофагитом средней и тяжелой степени тяжести. Декслан-сапразол также обеспечивает эффективное и полное отсутствие изжоги в 96% суток, в том числе в 99% ночей. В другом исследовании было показано, что прием декслан-сапразола один раз в день позволяет сохранить контроль над изжогой при переходе с приема традиционного ингибитора протонной помпы два раза в день. Почему пациенты были вынуждены принимать традиционные ингибиторы протонной помпы, например, эзомепразол, амепразол, робепразол два раза в день? Потому что однократный прием этих препаратов был недостаточно эффективным в плане купирования изжоги. И вы видите, что при переводе таких пациентов на прием декслан-сапразола один раз в день, в среднем у 88% пациентов сохраняется адекватный контроль симптомов. При этом декслан-сапразол удобен в применении. Достаточно всего одной капсулы в сутки, независимо от приема пищи. В России декслан-сапразол зарегистрирован с торговым наименованием Дексиланд. Из инструкции к препарату мы видим, что капсулы Дексиланд можно открыть, высыпать из нее гранулы в столовую ложку и смешать их с яблочным пюре, что очень важно для больных, которые имеют симптомы дисфагии и одинофагии, то есть боль при проглатывании. Во всех исследованиях продемонстрирован хороший профиль безопасности декслан-сапразола. Отметим, что декслан-сапразол может быть назначен без риска лекарственного взаимодействия пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающими клопидогрел. Давайте послушаем комментарий профессора Никонова о препарате Дексиланд. Препарат с двойной технологией высвобождения действительно очень востребован больными с гастроэзофагильные рефлексные болезни. И вот эта технология двойного высвобождения делает его абсолютно необходимым для пациентов, у которых ГЭРБ впервые установлен, которым нужна поддерживающая терапия реазивного эзофагита. Это пациенты с нейрозивной рефлексной болезнью, это пациенты, которым нужно 24 часа четко контролировать ПАЖ, это пациенты, которым нужна гибкая дозирование. Грубо говоря, это ленивые пациенты, которым нужно принять препарат просто один раз. Это пациенты с ночными симптомами, это пациенты, которые тучные, это пациенты, которые плохо реагируют на одноразовый прием другого ингибитора протонной помпы, это пациенты с отрыжкой и это пациенты, как это не покажется странным, которые принимают различную антитромботическую терапию, в том числе Эклопедеграль. Вот ключевыми экспертами Фраем и Пэера эти показания определены как нишевые для Дексаланзопрозона. Теперь давайте рассмотрим два примера ведения пациентов с ГЭРБ из практики наших экспертов. Первый клинический случай представлен Юрием Александровичем Кучерявым. 53 года пациентка жалуется на очень частую жогу, ежедневную жогу, которая порой возникает несколько раз в день и демонстрируется эрозивный изофагит градации B по Лос-Анджелесской классификации, назначается терапией, рови, прозолом, 20 миллиграмм в сутки, проводится через четыре недели эндоскопическое исследование и, к сожалению, эпитализации не отмечается. Собирается анамнез, пациентка сообщает о том, что не было пропусков в приеме препарата, но, тем не менее, говорит о том, что и жогу она продолжала испытывать, правда, в меньшей степени, но, тем не менее, мы понимаем, что, наверное, здесь что-то не так. В этом случае тоже уместно проведение PH-эмпедансометрии с целью оценки действия препарата. Что мы видим при анализе PH-эмпедансометрии? Мы видим, что у препарата есть, соответственно, латентный период, то есть, порядка полутора часов от момента приема до момента начала действия, а вот длительность эффекта препарата относительно невелико, всего пять с половиной часов. К сожалению, для данной пациентки данный лекарственный режим не является приоритетным и он объясняет недостаточную клиническую эффективность и, к сожалению, отсутствие заживления эрозии за четыре недели при градации эзофагита B. Ну, такой пациентке логично было бы назначить препарат с улучшенной кинетикой стереоизомер Декс-Лансапразол еще на четыре недели, за который закономерно взят под контроль клинический аспект, полное отсутствие симптоматики на контрольном визите и контрольной PH-эпидансометрии демонстрирует блестящие результаты. PH стабильно выше четырех на протяжении всех суток и это сопровождается полным эндоскопическим контролем, что полностью соотносится с данными клиники и PH-эпидансометрии. Клинический случай номер два представлен Евгением Леонидовичем Никоновым. Уважаемые коллеги, показываю случай. Достаточно классический вариант. Рефлюкзозофагит, пищевод Барета, язвенная болезнь. До лечения, после лечения. Лечили чем? Ингибиторами протонной помпы. Какими? Доксилантом. Что имели до этого? До этого имели пациента, который в течение трех месяцев получал ингибиторы протонной помпы, другие. Но я не до конца уверен, что там был очень хороший комплайнс в этом плане, но препараты он получал три месяца. Эффекта не было. Поэтому посмотрите видео. Я думаю, что это достаточно ясная и понятная картинка. Сейчас вы видите на экране видеозапись эндоскопического исследования пациента до того, как он был переведен с традиционного ингибитора протонной помпы на дексланцепрозон. А теперь перед вами видеозапись эндоскопического исследования после лечения дексланцепрозолом. Продолжение следует... Итак, сегодня мы поговорили о поддерживающей терапии эрозивного изофагита. Тема следующего модуля – хеликобактер пилори и язвенная болезнь. Единый взгляд на две проблемы. Эту тему мы разберем вместе с нашим экспертом, кандидатом медицинских наук, доцентом Лапиной Татьяной Львовной. Спасибо за внимание и до новой встречи!